Добрый вечер! С наступающими вас праздниками, прошедшими, текущими, грядущими и так далее. Праздников много, как говорится, берегите себя. Тема вечера задана по умолчанию, но я так понимаю, что если даже конкретно песни о Новом Годе звучать не будут, а будут намекать на него или хотя бы создавать праздничное настроение зрителей, то задача будет выполнена. Собственно, этим я и займусь. Первая песенка называется «Непогодная». Двести верст каких-то кьюг, там, наверное, все в порядке. А над нами хороводит белых вьюг веретенок, крутят черти центрифугу. Так что все в широт осадки или где-то на подходе и реводятся в окно. Под такой кошмар кромешный, благодать сидеть за чаем, да с лимоном, да с брусникой, Да с хорошим конечком, чтобы пел сверчок безгрешный, чтобы ходики стучали. И вальяжный кот мурлыкал о плечах воротничком, только ходики стенные. Так же, как сверчок запечный, так же, как и кот вальяжный, в нашем доме не живут. Да и нам, в края иные, лидер споры обеспечен, а в какие, и не важно, так как нас или не ждут. Дорогая, сядем рядом, как в творении известном, раз к тому располагает. В юге беженой нытье, опрокинем рюмки с ядом. И какую-нибудь песню, от которой сердце тает, помурлыкаем вдвоем. Нет, есть еще бездарно, путь наземный нами пройден. К магистралям поднебесным, примиряться ни к чему жизнь, хотя бы фрагментарно. Корректируется вроде, лишь погода, как известно, не подвластна никому. Русский джейку пошлепает, что он уже уходит. В законной круговерти просветление не на горошь. Сын ошибок трудных, он говорит, что хороводит, будут еще долго черки. Нечисть, что с нее возьмешь? Настя здесь заманивала вас скопом на радио. Я вспомнил свою девятилетнюю службу. У нас на радиостанции любимая подаворка была. Зачем же удобная работа? Салфеточкой губы вытер, рабочее место убрано. Как известно, все праздники, а уж тем более Новый год, чреват чревоугодием. Поэтому берегите себя. Полагаю, что следующее произведение будет многим интересно, слободневно. Поскольку называется оно «Песенка о нездоровой пище». Я очень надеюсь, что мои песнопения не будут мешать людям, которые любят во время песен говорить. Да таких, как и я, больше тысячи от Австралии до Бермудов. Я фанат нездоровой пищи. Раб макдональдсов и фастфудов, как бальзам для души названия. Чикенбургеры, маффины, снеки и достаточно упоминания. Мои слюки текут, как орейки, на холестерии мы и триглицерии. Ты никакой причины нет, мне держать обиды. Ваши тогмы ложны, ваши мысли грустны. Вредным быть не может то, что очень вкусно. Я с почтением к физкультуре, а все проще вред здоровью. Много ли пробу в вашей фигуре раздается такую кровью? И потом для здоровой пищи. И зарплата нужна огромна. Я, конечно, не то, чтобы нищий. Но все деньги на хавку стрёмно в руки. Всем вам кусли. Ешьте сами ваши сельдерей и мюцли. Рисовые каши. Только, если честно, кто ж это проглотит? Это же так пресно, что с души воротит. Мы здоровье апологеты, но ведь надо же иметь границы Воздержание и диеты. Нарушение всех традиций. Мы же любим сидеть как надо, чтобы было и пьяно, и сытно. А какое застолье в радость? Если запуси не видно, значит, ешь хоть кисни всяческую гадость. В чем же радость жизни, коль не да, не в радость? Просто так любой раз уйдет. Воротите, гады, госты, и проблем не будет. Нам мораль чужую нас ждать не надо. Происки бружуев. Ваши эскапада, повторяю, а решение просто так любой раз уйдет. Воротите, госты, гады, и проблем не будет. И завершу я выступление некими такими косвенно имеющими отношение к Новому году куплетами, которые услышал в 82-м году от минского автора Бориса Лайханского. И, честно говоря, долгое время считал, что он автор этого. А потом мы лет 8 назад пересеклись на какой-то песенной тусовке. Я его спросил, говорю, Борис, я знаю, в Минске такой товарищ живет, фамилию только не помню. Ох, подумал я, раз не помнит фамилии, значит песня народная. А раз песня народная, полное право она имеет народом трансформироваться. Народ добавляет, убирает, переделывает, переначивает и так далее. Поэтому у меня, честно говоря, всегда возникает рефлекс, когда я некоторую корявость в текстах вижу. Поэтому я взял карандаш, кое-что подправил, а один куплет просто тупо дописал. Полагаю, что припев мы будем с вами петь хором. Если вы случайно жили в толпе прохожих, и на вас наехал старый грузовик, Вспомните, как много есть машин хороших, и у нас пока что больше вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Папиросы курят семилетний Гоша, никотин глотает, прячась от родных. Гоша, вспомни, сколько есть сигарет хороших. Анхил Кэмел или Уинстон, вспомни же про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы сегодня, скажем, при зарплате, и хотите семгой удивить родных, Вспомните, как много есть бычков в томате, и у нас гораздо больше вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если ты вдруг пьяным кулаком от гроши, получив при этом раза два в поддых, Вспомни, сколько пьяных есть у нас хороших. Их есть каждым годом больше, вспомни же про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если все достало, ибо жизнь, если все достало, и от жизни тошно, и на власть родную глупо уповать. Вспомните, что может быть власть хорошей, если только в этой власти папа или мать. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Ча-ча-ча-ча. Вот от смеха и аппетисменты такие слабые. Ну как же Юру Хабарову. Благодарим от всей души. Слова, ты рада. Браво. О, да и пошел. Только там дверь закрыта. Опа. О-о-о. Это чтоб со сцены никто не сбежал. И на ней никто не вышел без нашей команды. Представляете, как у нас сегодня все время задумано. И тогда у нас выступал Юрий Хабаров, и это здорово. Я все-таки приглашаю на сцену Анну Хабарову. Давайте же вот встретим. Вот так значит, парень поменялся сегодня местами в нашем поведении. Пока Анна готовится. Мне вот песня предыдущая навеяла такой стишок, который я видел в интернете недавно. Если ты сегодня злым укушен псом, не горюй. Укусит добрый пес потом. Да, после Хабарова, конечно, сложно. Даже имея такую же фамилию. Юрий Левитанский. Так дни неслись, так быстро время мчалось, что нам не успевалось разгадать, как листья влекнут. И не замечалось, как листья начинают опадать. И как они потом раскрыться успевали, и с дождиком сойдясь на коротке, цвела сирень, и сливы поспевали, и дыни золотились на лотке, и небо потихоньку прояснялось. И как-то утром, выглянув в окно, спохватывались вдруг, и выяснялось, что снег лежит на улице давно. И искрится в ближайшей подворотне, как елочные хрупкие шары, не прошлогодний снег, а новогодний. На крапах мандаринной, конуры, капуры, кожуры. И дети уже возятся с санями. И лишь недавно выстроенный дом весь зелен, и светится огнями. Но это все заметилось потом, когда у нас вовсю сверкала елка, и мы почти совсем уже без сил сидели за столом. И кто-то долго за тостом новый тост произносил, и говорил, что можно жить без боли. И есть к тому достойные пути, чтоб день начать, как будто выйти в поле, и жизнь прожить, как поле перейти. Ну и еще совсем уже новогодний Константин Симонов. Плюшевые волки, зайцы, погремушки, детям дарят с елки детские игрушки. И состались дети до смерти, без толку. Все на белом свете ищут эту елку. Ближа птица в клетке, золотые слитки. Где висит на ветке счастье их на нитке. Желтые иголки на землю попадают. Все я жду, что с елки мне тебя подарят. Спасибо большое, Аня Хабаровой, за такие прекрасные строки. Наш вечер продолжит Александр Прыков. Он тут редкий гость, но мы хотим, чтобы он что-нибудь нам спел. Он не очень готов, он уже расчехляет гитару. А я все-таки продолжу. Ну я же говорящая радио. Ну говори, я же не закончила, у меня еще есть целые две темы про радио. А почему? По той простой причине, в прошлый раз я успела сказать про музыкальную среду Петербурга. Но ведь еще уже по средам в 21 час. Но сегодня мы все не услышим, потому что мы здесь. Но в 21 час по средам Вадим Едсейф ведет программу «Разбирая архивы». И вот он разбирает архивы. И был целый цикл передач по незабываемым песням. А сейчас вот у нас идет повтор. И, соответственно, краткий курс «История музыкальной среды». Так что, в общем, по средам логично. Когда еще слышать музыкальную среду на радио, как не в среду. В 21 час Вадим Едсейф, в 22 я. Но напомню, что последняя встреча на радио будет 28 декабря, в пятницу. Я еще помню. Ура. Здорово. Так вот, Саша выходит на сцену, Брыков. Саша настраивает гитару и выходит на сцену. А я скажу вторую вещь про бард-радио, которую я должна была сказать. У нас есть для вас подарок. Даже два. Правда, Вадик? Наверное. Наверное. Зато правильно. Главное согласиться, но чуть-чуть не очень уверенно. Обратите внимание, что с 6 декабря бард-клуб «Парус» проводит открытый микрофон. Мехрофон. Января. Ой, спасибо. А я что-то еще все декабрем, да? Ну вот. Декабря зам. Нет, это мы уже пели. Так вот, 6 января с 5 часов, обратите внимание, именно с 5, потому что пора еще день, выходной, праздничные, прям каникулы, чтобы было больше времени. Многие из вас, дорогие авторы-исполнители, говорят, что у вас нет записи. Так вот, приходите в «Парус», мы запишем. То есть мы работаем будем под запись. Поэтому репетируйте, пожалуйста, чтобы не на сцене репетировать, а приходите, мы запишем, у вас будет записи. Вот, и точно такой же фокус, фокус такой же, мы повторим потом еще и у нас в Кузьмова на «Живой струне», когда мы об этом объявим дополнительно. На сцене у нас Александр Брыков, а говорящий радио пока замолкает. Признаюсь, я крещеный атеист. Не существуют ангела и черти, не верю в продолжение после смерти, но с древа жизни мой сорвался лист, свершилось. Все ж я ноги протянул. На этом свете мне не есть окрошку. Коньки отбросил я непонарошку, приставился, копытца подзагнул. Но, если честно, я, как на духу, при жизни был невероятный свинтус. Год свиней. Какой сквозняк несет меня под плинтус. А вот опять прибило к потолку и вверх куда-то я несусь. Прилично так. И ускоряюсь даже. А все, что снизу, мне уже не важно. Пока, ребята, к вам я не вернусь. Вернее, не я. Летит моя душа в тревожную и радостную полость. И тишина. А где же Божий голос? Пока что я не слышу ни шиша. Устал с дороги. Хочешь ли присесть? Подшучивает надо мной глаз Божий. И я к нему своей небритой рожей. О, Боже! Слава Богу, что ты есть! Лишь ты, Всевышний, можешь мир спасти От суеты, жестокости и боли. Надеюсь, у тебя все под контролем. В чем сомневаюсь, Господи, прости. На что Господь, сияние не спаслав, Ответил мне дискуссию и то же. Меня, конечно, нет, раб Божий. И здесь ты, без сомнения, прав. И на челом моим его рука. Тебя, сын мой, за все сейчас прощаю. А есть ли я? Увы, не я решаю. Темнеет время занавес. Пока. Ну, мы все сейчас Новый год Подводим какие-то итоги, Поэтому мне вот захотелось этот стишок Прочитать. А не буду настраивать. И еще вот лично для меня Этот год ознаменовался Вот, Олимпиада в Корее Была. И там был такой смешной эпизод, Когда уже все говорили Мельдоний, Мельдоний. Нельзя, как бы, применять. А все равно наш спортсмен, Керлингист Александр Кушельницкий Попался вот на этом препарате И пришлось отдавать бронзовые медали. Поэтому история очень такая идиотская. И, соответственно, песня Тоже такая же идиотская получилась. Она называется Песенга про Крушельницкого и Мельдоний. За тебя были все до свидения с ним. Тут простой и спортивные бонзы, Но Мельдоний наденный Перечеркнут, не видать, Керлинговой нам бронзы. Как позволил себя ты на дозе словить И медали отдал бедолага. Хорошо хоть не смог ты На шумах посрамить, Ведь там не было нашего флага. Крушельницкий, Втром пьет чай, Перед всеми он, Как на ладони. Крушельницкий, голубчик, Давай отвечай, Как тебе оказался Мельдоний? Видно ты, как Тарас невзначай, Недобдел и отвлекся на шум. Крушельницкий, а ну-ка, Давай отвечай, Как в пробирку попал Мельдоний допинг. Под присмотром ты был В туалетном плену, Не оттуда отлил по несчастью. Ты подавил Александр Не только страну, Ты подставил красавицу Настю. Надо было тебе пропасть, Загулять, Может, стоило в стельку напиться. Но Мельдоний, Мельдоний, Зачем потреблять? Ну зачем ты так, Крушельницкий? Ты теперь, к сожалению, Почти не путем. Экспортсмена, Убык быстротечный, А ведь ел же Мельдоний, Этьелу, Ты признайся нам, Чисто сиротечно. Видно все-таки, Саша, Ты знаешь про все, И не хочешь тебе Победиться. Если так, То ты просто упрямая сю, Ты что важный ты мой, Крушельницкий? Крушельницкий Утром пьет чай, Перед всеми он Как на ладони. Крушельницкий, А ну-ка, Давай отвечай, Как в моче Оказался Мельдоний, Видно ты, Как-то раз не встояй, Не допрел, И отвлекся на сумму. Крушельницкий, А ну-ка, Давай отвечай, Как в пробил, Попал, Поплый допинг. Спасибо. С наступающим. Для нас выступал Александр Брыков, Давайте ему поаплодируем. Да, Ты уже Клининг посмотришь И думаешь, Кто же это выступал. А у нас, А у нас ежедневный гостик. Ну, пришли прекрасные соседи, Можно сказать. На сцену выходит, Прям вот, Вот прям выходит Марина Белкина И Сергей Синельников. Давайте встретим Это настолько редкость, Чтобы Они собрались вместе До нас сюда дойти. Стул. На сцене стул, Сережа. Сережа, Вот ты сюда Или ты сюда Быстро говори. Мы одну песню Споем, Сережа сказал. Надо идти. У кого хорошая стулья У кого хорошая стулья Мы споем Осеннюю песню. Поздравляем вас С наступающим Новым годом. С дружочным Осеннюю песню, Но Но о любви. А вы пойте. Раз, 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 Три, Четыре, Три, Все в порядке. Да, У Мариной Еще нет гитары, Подожди. Сейчас будет. Терпение, Чуть-чуть. Вы меня еще Голоса Нету. Какого голоса? Я никогда И не была. Мы тебя видим и слышим Не выгнал? В порядке. Да, на самом деле клуб «Музыкальная среда» – один из лучших клубов города, который не обсуждается. И мы с большим удовольствием пришли вас поздравить. Мы сидим через дом, вот за гребет, смотрим, он падает, ну, как уже с возрастом положено. Спасибо. Вот, нам очень-очень хотелось поздравить вас и сказать вам чувство любви. А петь мы будем, конечно, не новогоднюю песню, но так получилось. Но она тоже такая хорошая, не грустная, но обжалась Агнешка Осетская. Гаснут, гаснут костры, спит картошка в золе. Будет долгая ночь на холодной земле, и холодное небо займется. Без любви и тепла вся природа жалка. В пределы толпа у пивного ларька. Продавщица, гляди, сиротливо, и недобито темное пиво. Ах, пани Пановы, ах, пани Пановы, ах, пани Пановы, тепла нет ни на грошь. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пани Пановы, пани Пановы, ах, пани Пановы, тепла нет ни на грошь. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, что было, то сплыло, того уж не вернешь. Как теряют деревья остатки надежд, Будто нету деревьев на лето надежд. Только я еще очень любима, И любовь не прошла еще мимо. Но маячит уже карнавал наконец, Листосень не летит, как разлуки конец. И в природе все как-то тревожено, И мой милый глядит осторожно жена. Ах, пани, панове, ах, пани, панове, Ах, пани, панове, тепла нет ни на крошь. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, Что было, то сплыло, того уж не вернешь. Ах, пани, панове, ах, пани, панове, Ах, пани, панове, тепла нет ни на крошь. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, Что было, то сплыло, того уж не вернешь. До свидания, мой милый, скажу я ему, Вот и лету конец, все одно к одному. Я тебя слишком сильно любила, Оттого про разлуку забыла. Горьких слов от него услыхать не боюсь, Он воспитан на самый изысканный вкус. Он щеки мои нежно коснется, И, конечно, уже не вернется. Ах, пани, панове, ах, пани, панове, Ах, пани, панове, чем уцепланье в нас. Что было, то было, что было, Что было, то было, не врачи другий раз. Ах, пани, панове, ах, пани, панове, Ах, пани, панове, тепла нет ни на крошь. Что было, то сплыло, что было, то сплыло, Что было, то сплыло, того уж не вернешь. А вам желаем, наоборот, чекла, нагрошки, и счастья в новом году. Бурный, продолжительный амфет из Синейнка, да, Мария Белкина и Сергея Синейникова. Я вам открою тайну, мы уже начали разговор о том, что недавно пора сделать отдельный концерт. Вот, вот, да, надеюсь, что в 19-й год мы это все-таки сделаем. Да, Сережа, спасибо вам. А на сцену уже выходят наши следующие артисты. На сцену поднимается дуэт «Небо» у Ольги Зеленской и Эрика Сташев. Значит, я говорю пока, пока. Значит, говорю я что? Все спрашивают планы дальнейшие, все смотрят на часы. Все прекрасно понимают, что мы вроде бы должны закончить 10. Мы не закончим в 10, я вам открою тайну. Я чувствую, судя по количеству желающих выступить, сегодня мы до 11, до утра не получится, завтра на работу. Поэтому все-таки до 23, поэтому не переживаем все, успеют выступить все желающие. Это просто готовьтесь морально. Значит, сейчас после дуэта «Небо» у нас будет такий пятиминутный перерыв, потому как до 23, иначе мы точно не досидели. Вот, и сразу после перерыва будет розыгрыш, поэтому в честь Нового года уговорили его сделать в перерыве. Я честно была против, честно скажу, но меня задавили большинством. Решили, что я должна быть добрая в честь Нового года. Вот, и поэтому розыгрыш будет в перерыве, а не в 23 часа. Так что, как вам две хорошие новости? Хорошо же? Ура! Ой, объехали. Вот хорошие, очень хорошие. Я все пыталась говорить, а они еще только китары подключают. Что бы вам еще сказать? Все запомнили, 6 января парус, 20 января, 20 января, обратите внимание, и второе воскресенье года даже, а будет аж третье, Кузьмова. И 30 января здесь. И тема 30 января, календарь. Что бы Кузьмова делала? Все, FM-радио закончено? Ну я могу вот долго только. Давайте вы меня слушаете на радио, а здесь мы все-таки будем слушать вас. А, да? На паузу заполняем. На сцене Ольга Зеленская, Ерик Асташев, Дуэль, Неба. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. У нас тоже будет сейчас. Мы споем не новогоднюю песню. Это новая песня, премьера. Мы специально ее для этого праздничного вечера готовили. Почему-то очень хотелось петь именно сегодня. Ну, премьера песни для нас или праздник вообще? Для вас тоже? Песня написана мной после последнего, вот, вернее, после похода этим летом, тоже на Белом море мы ходили на байдарках, и зашли в несколько деревушек, чего раньше никогда не делали. И я там, ну, как бы так сказать, подглядел, как там живут люди, рыбаки, рыбачки. И какая-то вот, видимо, проникся аурой. И думать, не думать, не думал писать ничего про это. Но через некоторое время появилась песня. Называется она «Берега». За окном туман белый-белый Стерли всю деревню до края. Скрипнет раскалинка и целый день. Тише. Море нынче тихое, тихое. К островам дорога легка. Там укроют от ветра лихого берега. Берега, пенные кубели, На камнях, на черных, соль, седина. Берега, скрытого ущелья, Стану надлива на якорь, Знать, сеть моя будет полна. За окном туманы белым-белые Лодка в молоку уплыла. Море нам сегодня не сделает зла. Я, как в годы прежние, прежние, Не хожу его провожать. Все одно останется грешной мне ждать. Берега, пенные кубели, На камнях, на черных, соль, седина. Берега, страсти заскрипели, Ветер свой, крепкий и злой, Мне вернуться домой до темна. Дорожка до родника Уж больно долга Заждались в моего дружка Берега, 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 берега. Берега Вроде просто дверь земная Без начала и без края Берега Сколько раз вы разлучали Сколько раз меня спасали Берега За окном закате малинован Много берегов, деревьев Завтра будет ветреным длинным Завтра будет ветреным длинным Завтра будет ветреным длинным Мы этой песенкой хотим вам пожелать В новом году всего того, что в ней поется Если встанешь утром рано Настроение только в гроб Нет ни кайфа, ни нирваны Лишь зевода и озноб Постарайся потянуться Распрямиться и послать Все им всех, кто почему-то Сделал жизнь твою не сласть Ну а потом Тон-тон-тон Съешь апельсин Син-син-син Кофе и чай Чай-чай-чай И круассан Сан-сан-сан На работе Как на взлете Перегрузка И нервы И директор На работе Как везде Большой чудак Если он Тебя обидел Сосчитай До десяти И направь Чтоб четко видел Светлый путь Куда идти Ну а потом Тон-тон-тон Скушай панам На-на-на С тортиком чай Ай-яй-яй И в интернет Тэ-та-тэ Тон-тон-тон И вообще все так плохо И в жизни бардак Денег нет ни в казне Ни в кармане Ничего не хочу Никого и никак Дайте мне полежать На диване Кризис бросит По Европе Лучше не Переживай Прыгай, бегай Двигай попой Что мешает Посылай А ну-ка вставай А ну-ка пошел Шо-шо-шо Там впереди Ди-ди-ди Много всего Во-во А вот потом Тон-тон-тон Вкусный обед И десерт Досконечко Кто о чем Но только потом Только потом В новом году, товарищи! Аплодисменты Дуэту неба Ульги Зеленской Эрика Открашиваем Вот на такой Хорошей ноте Только потом Через минут 7-8 Начнется розыгрыш Поэтому перерыв Очень коротенький Засекаем время И возвращаемся сюда Продолжение следует...